Берег реки Шуделька, вблизи села Инкино, в последнее время превратился в мусорный полигон. Залежи бытовых отходов растут здесь, как грибы после дождя. По словам жителей села Инкино, создание несанкционированных свалок – дело рук приезжих рыбаков и охотников. Здесь невозможно смотреть без боли, потому что кругом практически все завалено мусором. Это сейчас не все еще приехали, на выходные будет еще больше. Вблизи водоема припаркованы десятки автомобилей, выставлены палатки. Ну а по соседству продукты жизнедеятельности – остатки еды, полиэтиленовые пакеты, пластиковая и стеклянная тара. Тут и орудия лова – все это бросают туристы прямо на берегу реки. Здесь же разлагаются остатки выловленной рыбы, которая своим запахом привлекает незваных гостей из леса – опасных медведей. В происходящем жители села Инкино крайне обеспокоены. Мало того, что в наших водоемах вываливается рыба, которая должна была принадлежать нам. Кроме этого, мы несем еще и побочные проблемы. Это мусор, это несанкционированные всякие свалки. Рыбу оставили, рыбу в акваторию, воду выкидывают, я часто собираю просто дохлую рыбу и ненужную рыбу. Кишки там же потрошат тот же. Пошла антисанитария, не знаю, надо с этим что-то делать. Потому что, я еще раз говорю, с каждым годом, с геометрической прогрессией увеличивается, увеличивается, увеличивается. Просто наша экология не может этого выдержать. Инкинский край богат рыбой. Этим он и привлекает туристов из соседних регионов. Судя по номерам машин с прицепами, это жители преимущественно Новосибирской и Кемеровской областей. Для них здешние места в последние годы стали излюбленными для промысла. Но, к сожалению, гости не спешат убирать за собой мусор. Культуры поведения приезжих рыбаков инкинцы возмущены. В основном приезжают, конечно, с Кемерово. В основном Кемерово. Вызывает, конечно, вопрос, что, если мы едем, допустим, в Кемерово, на те же курорты горнолыжные, там Танай и Шерегеш, мы там за все платим. Просто так нигде машину не оставляют. А здесь, как бы, вот, ради бога, абсолютно бесплатно приезжают. И еще, как говорится, мы же и выгребаете с этой свалочки. Вот это обидно. И что самое интересное, в эти же места, где рыболовы-любители из соседних регионов создают несанкционированные свалки, возвращаются вновь для промысловой деятельности. Ну вот еще поднимаемся на берег реки Шудельки. Снова 142-й регион у нас. И снова куча мусора. 9 сентября инициативные жители села Инкино сообщили о своей проблеме в Калпашевскую городскую прокуратуру в ходе дистанционного приема граждан. Сегодня Калпашевской городской прокуратурой с использованием возможности видеоконференц-связи был осуществлен личный прием жителей села Инкино. В числе иных наболевшим для граждан стал вопрос за грязнение территории сельского поселения, особенно береговой линии реки Шудельки. По мнению местных жителей, виной всему стало безответственное поведение многочисленных туристов, приезжающих в Калпашевский район для осуществления рыбной ловли. Уже сейчас с уверенностью можно сказать о том, что проблема есть. К обращению приложены многочисленные видеозаписи, на которых зафиксированы несанкционированные свалки мусора. Вопрос, связанный с загрязнением рыбаками береговой линии в Инкинском сельском поселении, поставлен на контроль Калпашевским городским прокурорам. Информация о выявленных нарушениях будет передана в контролирующие органы для ее проверки и принятия необходимых мер, направленных как на установление виновных, так и на устранение выявленных нарушений в виде скоплений бытовых отходов. Особое внимание будет обращено на необходимость принятия превентивных мер и рейдовых мероприятий. Устранение нарушений в городской прокуратуре поставлено на контроль.